Итак, Варна. Третий по величине город Болгарии с населением около 400 тысяч человек. Я не знала, но этот город 7 лет носил имя Сталин. К счастью, об этом уже все забыли. В 1921 году Варна официально была объявлена морским курортом. И в этом году мы будем отмечать столетие этого события. Мы приехали в этот город 15 лет назад и сразу в него влюбились. Этот гостеприимный город, открытый свежим морским ветрам, покоряет домашним уютом и особой атмосферой. В нем прохладно жарким летом и тепло зимой. Последние годы город приобрел отличного хозяина в лице мэра города и стал еще красивее. Теперь у нас есть ровные тротуары, велосипедные дорожки и гладкие дороги. Вот реставрированный центр Варны. Старинные особнячки. Недавно в центре Варны появилась синяя зона. Зона платной парковки. Все организовано очень удобно. Оплата через телефон. Мы очень любим гулять в Приморском парке. Это главная достопримечательность Варны. Здесь расположен дельфинарий, зоопарк, летний театр. У меня есть видео на канале. Советую вам его посмотреть. Еще отличное место для прогулок. Бывшая территория морского порта Варны. Здесь сейчас раскинулись рестораны, где можно вкусненько поесть, полюбоваться закатом. Просто пройтись, провести время с детьми на детской площадке, покататься на велосипедах. На территории оборудован отличный недорогой паркинг, где места хватит всем. Большая территория занята аттракционами. Здесь есть аттракционы для детей любого возраста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как мы хорошо сидим в кафе, на улице. Мы пришли в кафе к нашему другу, у которого всегда пьем кофе. Кофе очень вкусный, специальный, бразильский. Особый рецепт всем рекомендуем. Заходите. Кофе называется бразильский кофе. И еще какие-то деликатесы. Мус маракуйя. Очень вкусный. Вкус бомбалейла? Бомбический. Подписывайтесь на наш канал. Мы вам еще не такой мусс кормим. Бомбический, бомбический мусс. Сейчас нам принесут кофе и будет еще лучше. Почему без намордника? Как мусс есть в наморднике. Может, ты мне объяснишь? Я не знаю. Но положено. Но на улицу можно без наморднике. Это текила. Вот такой у нас прекрасный десертик. В прекрасном кафе, который называется бразильский кофе. И наш друг, и владелец этого кафе. Спасибо, дорогая. Да, спасибо вам за угощение. На здоровье. Вот это такое чудненькое кафе. Новые десерты? Да, отлично. Начинают летние десерты с мороженым, которые были горячие. Очень вкусные. Букас и облака. Сейчас маракуйя была очень вкусная. Маракуйя, самый новый десерт. 100% фрук. Отлично. Без концентрата, пребыва там. И ананас, свежий инструментарь. 100% фрук. Без сахара, без ничего. Спасибо, у вас всегда вкусный десерт. Скажите нам пару слов. Для нашего канала. Да, и что интересует ваш канал? Как вам здесь не очень жарко? Прохладно даже, чувствуете ветерок. Да, ветерок вообще действительно. Здесь такое место, где всегда здесь есть сквознячок, и поэтому даже в такие жаркие дни здесь прохладно. Вот такая у нас чудная улица. Здесь маленькие кафешки. Эта улица называется улица Дрыски. Очень уютная маленькая улица, сплошная лестница. Подразбитая, но все в ремонте. Вот здесь местные украшения. Здесь, конечно, еще нет. Не так дорого и богато, как в Москве, но зато с любовью. Этот памятник – первое, что вы видите, когда выезжаете в Варнс со стороны Золотых Песков. Он, как большая серая птица, распростер свои крылья над городом. Он расположен на высоте 110 метров над уровнем моря, на холме Турнатепи. Под фундаментом находится бомбоубежище, которое было оборудовано на случай ядерной войны. Сейчас памятник находится в плачевном состоянии. Буквы надписи разрушены, нет вечного огня и красивой подсветки. Парк интенсивно застраивается и используется как спортивная площадка. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова У нас работают молы. Вот это самый большой мол в Варне. Всего в Варне три мола это самый новый. Мол очень красивый, посмотрите какая цветочная клумба находится в середине мола. Продолжение следует... 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 Мы в заповеднике Побитые камни Здесь очень красиво Погода отличная Сегодня 29 декабря И все хорошо Все отлично, тепло Немножко ветрен Но ветер южный Поэтому здесь тепло и хорошо Это что-то типа Стоунхендж Английского, я так думаю То есть здесь просто Природный феномен Такие столбы стоят И вырастают из земли Они бывают высокие Не очень высокие Бывают нагромождения Ну в общем это такое Природное явление Люди сюда ездят Говорят, что здесь есть какое-то место Которое дает силу Вообще говорят, что все это место Дает силу Есть какие-то особые места Природный феномен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова